Ну что, доброе утро, дорогие братья и сестры. Доброе оно или не доброе для вас? Доброе. Я думаю, что оно доброе будет не только для меня, но и для всех нас. Ведь мы собрались здесь для чего? Чтобы изучать Слово Божье. Чтобы общаться с Господом в первую очередь. Чтобы узнавать и познавать Его волю, наполняться Его Духом. Аминь. Сразу же забегая наперед, хотел бы ответить на вопрос. Многие из вас спрашивают, а почему? Где Юля? Почему ты один? Почему ее нет? Мы планировали, конечно же, быть здесь все вместе. И вчера вечером, вчера даже в обед, Ева пришла со школы, потом у нее был урок музыки. Она пошла на музыку, у нее все было хорошо. Она пришла с музыки и говорит, мам, там что-то так прохладно было. Можно я сейчас лягу, посплю и одеялом накроюсь? Ну что ты ребенку скажешь, нельзя поспать что ли? Тем более пятница, конец рабочей недели, закончилась четверть ее учебная, каникулы начинаются. Да, ложись. Она легла, отдохнула, поспала. Приходит к Юле, мам, можно я воды попью? Можно? Кушать хочешь? Не, кушать совсем не хочу. Я попью воды и пойду дальше спать. Тут Юля подумала, говорит, иди сюда. Попробовала лоб, померила температуру 39,2. Дала ей таблеточку, у нее температура спала, у нее появился аппетит, появилось желание. Она такая активная. Все, мы завтра едем в Спакен. Говорю, дочь, ну давай мы посмотрим, как по твоему самочувствию. Сегодня утром, когда я проснулся, померила температуру 39 градусов. Юля говорит, что делать? Я говорю, ну с одной стороны я хочу, чтобы вы были со мной, с другой стороны не хочется, чтобы она сейчас приехала и на детском поделилась со всеми. Никому не жалко, берите сколько хотите. Поэтому, исходя из этих соображений, мы приняли решение, что они все-таки останутся сегодня дома. Ну а же на следующей неделе мы будем все вместе здесь поклоняться, я верю, вместе с вами. Сегодняшняя наша тема называется «Истинное христианство». И прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой темы, я бы хотел рассказать немножечко историю о себе, о своей жизни, о своих родителях. Меня Господь благословил, что я вырос в хорошей семье. Я считаю, что это была и есть хорошая семья. Мои родители, они живут вместе, они любят друг друга, иногда ссорятся, но, как говорится, всякое бывает. Ну и, конечно же, вырастая в семье, мы волей или неволей, мы учимся у своих родителей. Мы смотрим, как отец поступает в той или иной ситуации, как мать поступает. И мой отец, учитель физики, моя мать проработала всю жизнь инженером, потом на кафедре работала, в институте. Мы не были богатой семьей. И поэтому мой отец всегда любил, как вы думаете, что сделать? Есть такое слово «сэкономить». Он любил, чтобы хорошую такую, хорошую сделку найти, сэкономить. И вот однажды отец приходит домой и говорит, Славик, я купил, не поверишь, я купил перфоратор. Да не просто перфоратор, а там еще и 30 сверл сразу в наборе идут. Есть 10 по металлу, 10 по бетону и 10 по дереву. Я говорю, классно, а за сколько ты купил? Он говорит, за 20 долларов, новое, на базаре. Я говорю, пап, наверное, это не самые лучшие сверла. Я говорю, только сверла, только 10 хороших. Сверл по металлу должны столько стоить или тем более по бетону. Нет, все нормально. Но вот проходит какое-то время. Нам нужно в селе, в доме, где бабушка жила, она уже там не живет, в окна вставить решетки. Отец заказал решетки на работе, ему знакомый сделает. Мы эти решетки просто должны установить в оконную раму. Рама деревянная, все, что нужно сделать. Приставил решетку, закрутил шурупы, все, работа сделана. Приезжаем мы в село, вставим эти решетки, вставляем, подходит на удивление. Правильно все сделали по размеру, она туда проходит. Нужно просто теперь шуруп прикрутить. Там уже есть отверстие в самой решетке, я вставляю шуруп, отверстие слишком маленькое. Как вы думаете, что нам нужно для того, чтобы отверстие сделать немножечко больше? Нужно вот этот, кто знает из детей, ребята, кто знает, как это называется? Тимоха, Тимофей, Тимоха, что это такое? Как оно называется? Говори. Карандаш. Нет, это не карандаш. Нужно тебе подойти чуть поближе и увидеть. Это называется, ну иди сюда поближе, иди сюда, возьми в руки и посмотри, карандаш это или не карандаш. Скорей, 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 время идет, давай. Что это такое? Палочка. Папа, задание. Обучайте детей работе с инструментом. Давай, говори, что это? Забыл. Сверло. Для чего нужно сверло? Для того, чтобы просверливать отверстие, нужно сверло. И вот мы с отцом берем эту решетку, я беру этот перфоратор, он же перфоратор, она же дрель, я вставляю сверло нужного диаметра и начинаем, включая в розетку, отец держит эту решетку, и я начинаю сверлить. И сверло на месте, дым уже идет, а сверло на месте. Что такое? Проверяем, взяли сверло, да сверло вроде бы нормальное, решетку, там уже есть отверстие в решетке, его нужно просто чуть шире сделать. Отец говорит, а ну да, я. И он берет, я смотрю, он сильно давит. И когда сильно давишь, то что может случиться со сверлом? Ну, можно его сломать. Он сильно давит, и тут я вижу, вжух, сверло проходит вниз, стружка летит во все стороны, дырка готова. Ну, отверстие мы расширили. Второе отверстие точно так же, вух, стружка летит, все хорошо. Мы приставляем эту решетку к окну, я вставлять шуруп, а шуруп не вставляется. Ну, как такое может быть? Ну, мы же рассверлили, я же посмотрел, диаметр сверла, ну, на порядок больше. И потом до меня доходит, я смотрю на это сверло, а стружка слетела не с решетки самой, не с металла, а стружка слетела со сверла. И отец мой смотрит, и он сам поверить не может, и говорит, слушай, наверное, это подделка. Я говорю, Эбрика, 20 долларов за 30 сверл и за шуруповерт, конечно же, это подделка. И потом мне пришлось пойти к соседу, попросить у него старое, советское, добротное сверло, он мне его дал. И как вы думаете, что произошло? Абсолютно просто, абсолютно легко мы смогли просверлить это отверстие. Сегодняшняя наша проповедь не о сверлах. Сегодня мы будем говорить о истинном христианстве. Проблема с тем сверлом заключалась в том, что оно выглядело как сверло. Оно даже называлось сверлом, сверлом по металлу. Оно было его не отличить от сверла, но тогда, когда нужно было тебе сверло, мы поняли, что это сверло, оно не настоящее. Библия говорит нам о том, сам Христос говорит о том, что можно называться христианином, можно ходить в церковь, можно читать Библию, можно даже молиться. Но нету чего-то в середине того, что должно быть настоящего христианином. А в чем заключается корень или основа, или суть истинного богопоклонения? Об этом сегодня мы будем размышлять и исследовать Священное Писание. Давайте мы еще раз обратимся к Господу в молитве. Отец наш Небесный, Господь, мы приходим перед Тобой и мы желаем, чтобы Ты был нашим учителем и нашим наставником. Господь, мы молим, чтобы Ты сегодня обращался к нашему сердцу, к нашему разуму и Слову Твоего. Господь, мы не человека пришли услышать о Тебя. Я прошу, чтобы Ты сегодня сделал чудо, обращался к каждому из нас лично, чтобы мы видели, что Ты желаешь для нас и в нашей жизни. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 7 главе, 21 стих, Он предостерегает нас об опасности, которая будет реально существовать в последние дни, во дни прямо перед Его пришествием. Не всякий, говорит Иисус, говорящий мне, что Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И далее Христос в 22 стихе даже более подробно говорит, Он многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли. Люди приходят к Иисусу и говорят, Господи, Господи. И сколько таких людей будет, согласно слову Иисуса? Несколько человек? Один, два, три. Сколько таких людей будет? Библия говорит, много таких людей будет. Как мне узнать, что я не среди этих людей? Как мне узнать, что Христос не скажет мне вот эти слова? Они Ему говорят, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? И тогда я объявлю им, я никогда, ничто, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Эти люди, о которых говорит Христос здесь в Евангелии от Матфея 7 главе, если бы к ним мы подошли там за день до того и спросили, вы вообще христиане, да или нет? Что бы они ответили? Я думаю, они бы сказали, да. Вы в церковь ходите, да или нет? Нет. Я думаю, они бы сказали, да. Вы Библию читаете, да или нет? Я думаю, возможно, они могли бы даже и на этот вопрос ответить утвердительно. Но внутри чего-то нету. Чего-то, на что ссылается Христос, который видит нас не только снаружи, но и изнутри. Он говорит этим людям, я никогда не знал вас. То, о чем мы сегодня будем говорить, это очень серьезная и очень животрепещущая тема лично для меня. Потому что я осознаю и понимаю, что эти слова могут быть сказаны и мне лично. Самая большая опасность для человека, когда он думает, а, меня это не касается. Бывало у вас такое в жизни или нет? Я помню, как однажды в институте к нам приходят преподаватели и говорят, у нас там курсовая, в конце года нужно будет сдавать, ну а сейчас только сентябрь месяц. Ну а конец года это в декабре, перед Новым годом. И он говорит, многие из вас думают, что, а, это еще не скоро, но потом вы будете за мной бегать, будете меня искать, вы не сможете ее знать, поэтому, пожалуйста, делайте все заранее. Времени не так уж и много. И я, сидя там в институте, сидя на последней партии, я решил, что было бы довольно-таки смешным, если я скажу, а, еще не скоро. И я так и сказал. И все посмеялись. Но прошло 4 месяца. И как вы думаете, кто бегал за преподавателем? Это был я, который думал. Я в тот момент, когда говорил, а, еще не скоро, я на самом деле шутил. Я не планировал затягивать, я не планировал быть тем человеком, но так произошло. В жизни так происходит, что когда ты не планируешь, когда ты не думаешь, зачастую это происходит именно с тобой. Я бы не хотел, чтобы это произошло со мной. Так в чем же все-таки суть христианства? На что смотрит Бог? Что действительно важно для Бога? Сегодня об этом мы с вами будем говорить. То, о чем мы будем говорить, это основа, это фундамент, это корень, это стержень. Если этого нету, то все остальное пустота. Ко мне подходят в другой раз родители, говорят, поговори с моим сыном, поговори с моей дочерью. Смотри, как она одевается, или с кем он дружит, или с кем он гуляет, или он постоянно сидит на телефоне. У него это происходит. Пожалуйста, пойди, скажи ему. Как вы думаете, это решает проблему или нет в корне? Можно сказать, что все, никаких телефонов в церкви. Можно? Можно. Заставить всех сдать. Мы решим проблему, да или нет? Проблема не решается. Я это знаю из личного опыта. Когда даже в школе заставляли, или в институте, всем сдать телефоны. Знаете, что тогда ученики делают? А, играются в крестик и нолики. А, играются в морской бой. Если нет у тебя желания, всегда можно найти что-то, чем занять свой раз. Так в чем же все-таки суть христианства? Давайте мы откроем книгу «Деяния апостолов», первую, «Деяния апостолов», 9 глава, и мы будем читать с первого стиха. Здесь рассказывается история о человеке по имени Савл. Мы все хорошо эту историю знаем. 9 глава, я читаю первый и второй стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Скажите, Савлу, вот здесь, в «Деяния» 9 глава, 1-2 стих, он верующий человек, да или нет? Он верит в Господа, да или нет? Да. А он в церковь входит, да или нет? Ну да, ну в синагогу входит. А он Библию читает, да или нет? Ну да или нет? Ну, друзья, да он Библию читал так, как, наверное, никто из нас ее не изучал и не читает. Он молился, он читал, он ходил в синагогу или ходил в церковь, но было ли у него все хорошо в его отношениях с Господом, да или нет? Вы хорошо знаете эту историю. Смотрите, что он делает. Это он выпрашивает письмо у первосвященников, в Дамаск, в синагогах, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Можно десятилетиями ходить в церковь, можно вырасти в церкви, можно молиться, можно приходить на субботнюю школу. И можно не знать Господа лично. Я знаю это из личного опыта. Я ходил в церковь с пяти или шести лет, с семи. Но я ходил туда не потому, что я туда ходил, потому что мама мне говорила, мы сегодня идем в церковь. Хотел я идти в церковь? Нет. У нас с мамой был договор. Если я утром иду в церковь, то потом, целый день, вы меня не трогаете. Такой был у нас договор. Я знаю, как никто другой, что можно сидеть в церкви. И оно может вылетать в одно ухо, может вылетать через другое ухо. Я знаю, что можно выучить стих, памятный стих на субботней школе, рассказать его, получить наклейку. Но не позволить этому стиху как-то коснуться твоего сердца. Саввул всю жизнь читал, изучал, молился, но у него не было личных взаимоотношений с Господом. Когда же он еще приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. И смотрите, что происходит дальше. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Саввул, Саввул, что ты, что делаешь? Гонишь меня. Саввул, Саввул, ты живешь против моей воли, ты противишься мне. Можно ходить в церковь, можно изучать, можно молиться. Но идти не за Господом. В сердце своем противится Господом. Смотрите, что Саввул говорит в пятом стихе девятой главы Деяния Апостола. И тогда он сказал, что ответил Саввул? Он говорит, кто ты, Господь? Саввул ходил в церковь, Саввул изучал Писание, Саввул молился, но лично Господа Саввул не знал. И далее мы читаем, он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. И он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Этот переломный момент должен наступить в жизни каждого человека, который попадет на небо, который будет с Христом. Когда ты полностью подчиняешь свою волю воле Бога, и ты говоришь, Господи, что ты повелишь мне делать? Если нету вот этой живой связи с Господом, бесполезно от человека ждать каких-то плодов, каких-то результатов, каких-то чего-то такого истинного, живого и христианского. Бесполезно подходить к яблоне и говорить, ты понимаешь, нам нужны персики. Мы можем приклеить персик, мы можем прищепкой как-то или грушу, но это не меняет суть. Для того, чтобы вот на этом месте росли персики, что нужно сделать? Нужно яблоню, что сделать? Ее нужно выкопать и посадить сюда персик. Что является вот этим корнем христианства, без которого христианство вообще, настоящее, библейское истинное христианство, невозможно? Савву задает два вопроса. Два момента мы видим в жизни Савву. Вот этот перелом, вот этот выкопать и посадить нечто новое, оно происходит прямо здесь в жизни Савву. С чего это начинается? Первый вопрос, который Савву задает, кто ты, Господи? И второй вопрос какой? Что повелишь мне делать? Первый вопрос, кто ты, Господи? Деяние 19 глава рассказывает нам историю о том, как уже апостол Павел, будучи очень успешным в проповеди Евангелия, он проповедует, он исцеляет людей. Даже вплоть до того доходит, что берут платок, который когда-то принадлежал Павлу, ложат на больного человека, и больной человек исцеляется. Вы представляете, какие чудеса происходят? И тогда некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Вы понимаете, что происходит вот здесь из этого стиха? То есть были люди, которые видели, что Савву во имя Господа Иисуса воскрешает, исцеляет, творит многие чудеса, и они подумали, ну я тоже так могу сказать. Я тоже могу сказать во имя Господа Иисуса. Смотрите, что дальше происходит. Они говорят, заклинаем вас Иисусом, которого... Кто проповедует? Павел проповедует. Знали они Иисуса лично, эти иудейские заклинатели? Они были сыновьями первосвященника. Это были недалекие от церкви и от Бога люди. Казалось бы, не должны были бы быть далекими. Но на самом деле они очень далеки. Они говорят, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. А знали ли они Иисуса лично, да или нет? Я думаю, что нет. Более того, смотрите, когда говорится, что это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ. Они говорят, заклинаем тебя именем Иисуса, которого Павел проповедует. И злой дух говорит в ответ. Он говорит, Иисуса что говорит злой дух? Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие? И бросился на них человек, которым был злой дух. И одолевый взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Первый вопрос, который задал Саввул. Кто ты, Господь? Он желал познать Бога. Недостаточно просто знать стих, недостаточно просто знать какие-то словосочетания. Нужна личная связь и познание Бога. Павел знал Бога. Он знал Иисуса лично. Поэтому Бог мог совершать эти чудеса через Него. Вы почти все знаете мою жену Юлю. И бывают такие моменты, когда я с кем-то общаюсь, она с кем-то общается недалеко. И тут я слышу, как Юля говорит, о нет, он такого не любит. Или, о нет, он этого есть не будет. Я думаю, о ком это она говорит? Я поворачиваюсь и говорю, это вы о мне говорите? Он говорит, да. И какая-то может быть там самая банальная ситуация. Вот я не люблю перец. Не острый перец, а как он называется? Болгарский перец. Ну вот не люблю, да и не люблю. И вот Юля кому-то может сказать, он это кушать не будет. Он не любит перец. Куда она знает? Очень просто, потому что она меня знает. Все очень просто. Вплоть до того доходит, что мы можем быть в магазине, я вижу какой-то пиджак или какой-то свитер. Я говорю, смотри, хорошая кофта, вот по скидке, хорошая цена и размер мой. Она смотрит, говорит, это не твой размер. Я говорю, как не мой? Она говорит, нет, это на тебя маленькая будет. Я говорю, да ладно, я что, сам не вижу? И я одеваю. И маленькая. И доходит до того, что я ей могу звонить с магазина и говорить, какой у меня размер брюк или какой у меня размер рубашки. Она лучше знает, чем это я сам знаю. Когда мы говорим в отношениях с Господом, недостаточно знать о Господе. Нужно знать Господа лично. Именно это осуществило переворот в жизни Павла. Смотрите, чего желает Господь. Иеремия 31, глава 33 стих. Он говорит, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. Выражаясь современным языком, как будто бы Господь, ну как будто бы как на какую-то флешку записывает или на диск, записывает свой закон на наше сердце, в нашу внутренность. И смотрите, что дальше написано. И уже не будут учить друг друга, брат, брата и говорить, что говорить? Не будут больше говорить, познайте Господа, ибо все, и вот ключевое слово, сами, то есть каждый, лично будут знать меня. От малого до большого. Говорит Господь. Когда это возможно, чтобы Божий закон был написан в моем сердце, в моем разуме? Когда это возможно? Когда мы будем лично знать Господа, лично познавать Его каждый день, стараться исполнять Его волю. Подумайте о людях, которые названы героями веры. Авраам. Герой веры, да или нет? В какую церковь Он ходил? Ну вот мы говорим о адвентистах седьмого дня, но и тут же смеемся. Он ожидал пришествия, Он соблюдал заповеди, Он любил Господа, свинины не ел, субботу соблюдал. Многие из этого всего Он делал, но на первом месте, мне кажется, в жизни Авраама было не свинина, суббота, десятина, еще что, десятину возвращал, да? Это было последствием его личных взаимоотношений с Господом. И тогда Господь приходит, ему говорит, Авраам, вставай отсюда, и тебе нужно переезжать в другой город. И Авраам повинуется и идет, и его все спрашивают, а куда мы идем? Авраам знает, куда мы идем или не знает? Он говорит, я сам не знаю, но мне Господь сказал, и я иду и это делаю. Господь приходит к Аврааму и говорит, Авраам, возьми сына твоего, возлюбленного твоего, единственного, которого любишь, Исаака, и пойди и принеси его в жертву. И что Авраам делает? Он встает и идет. Почему? Ну, разве это разумно? Разумно, потому что Авраам знает голос Господа. Он желает быть верным. Давид, большую часть времени своего, в юные года он проводит, как пастух. Но скажите, то, что он был не в рамках церковного здания, это мешало ему общаться с Господом? Он постоянно находился в общении. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что не нужно приходить в церковь. Я верю, что для них это было бы большое преимущество, которое мы, конечно же, бы воспользовались, но на первом месте для них было отношение с Господом. Иосиф попадает в Египет, совершенно другая страна, другие принципы, другие ценности. Многие люди, переезжая из Украины, из России, из Казахстана, из Армении, переезжая сюда, в Америку, у них меняются ценности, меняются принципы. Мне приходится слышать, что, ну, это там так не делали, а тут так нормально. Посмотрите, что говорит Иосиф. Иосиф говорит, как я могу совершить себе великое зло и согрешить перед кем? Не перед церковью, не перед пастором, не перед советом, не перед друзьями, не перед братьями, а перед кем? Перед Богом. Причина, почему Иосиф, Авраам, Моисей, Давид, любого героя веры, назовите, почему они были такие успешные, потому что у них были личные отношения с кем? Личные отношения с Господом. Деяние 20, глава 22 стих. Апостол Павел говорит, и вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Чего апостол Павел идет в Иерусалим? Что его побуждает? Кто его побуждает туда идти? Он говорит, по влечению Духа. Дух Святой мне повелевает, нужно туда идти, и я что делаю? Говорю, слушаю, повинуюсь и иду. Помните, апостол Павел говорил, Господи, что повелишь мне делать? Он это спрашивал не ради красного словца, а ради того, чтобы повиноваться Господу, когда Господь мне скажет, что делать. И он говорит, я иду в Иерусалим. Он знает, что с ним там будет или не знает? Вот в этом стихе он не знает, но в следующем он знает, по крайней мере, часть. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что, что? Узы и скорби ждут меня. Что-то он знал или не знал? Он знал. Он говорит, я знаю, что я пойду туда, и меня там ждут узы и скорби. Но, говорит апостол Павел, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Видите, что происходит? Человека призывает идти на миссионерский выход, а он не пытается как-то прятаться, он не пытается отговариваться, он не пытается как-то увильнуть от этого. Он говорит, да я с радостью, это меня Бог призвал, мне люди, и я иду. Но, Саввел, ты понимаешь, Павел, тебя там будут бить, тебе могут не просто штраф дать, а в тюрьму посадят, накажут. Говорит, я ни на что не взираю. Если мне Бог сказал, я хочу это сделать. У него были личные отношения с Господом. Это было на первом месте. Он говорит, хочу выполнить или совершить с радостью поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса. Какое это было служение? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Как умер апостол Павел? А вот так и умер. С желанием проповедовать Евангелие благодати Божьей. Своё второе послание к Тимофею апостолу Павел. Вы никогда бы этого и не подумали бы, но он пишет его из мест заключения, из мест лишения свободы. Уже зная, что ему вынесен смертный приговор, уже просто ожидая, когда он будет исполнен. За что ему вынесли смертный приговор? За то, что он проповедовал Иисуса Христа. И наверняка, чисто по-человечески, можно было бы подумать, что теперь-то Павел одумается. Теперь-то Павел всем скажет, что смотрите, не попадитесь на эту же ловушку, на которую я попался. Смотрите, будьте аккуратны, будьте осторожны. Думайте, что говорите, а когда не говорите. Так или нет? Ну, казалось бы, чисто по-человечески, наверняка он уже понял, что нельзя проповедовать, Христа. Смотрите, во 2-м послании к Тимофею, 4-я глава, я читаю, у нас нет этого стиха на экране, я читаю 1-й и 2-й стих. Апостол Павел пишет своему последователю, как он его называет, своему сыну, своему ученику Тимофею. 2-е послание, 4-я глава, 1-й стих. Он говорит Тимофею. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и в Царстве Его. Говорит, я тебя заклинаю перед Богом. Что он должен делать? Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Апостол Павел был сломлен в тюрьме, да или нет? Смогли они его там сломать? Нет! Смогли они поколебать его веру? Смогли они его вырвать, этот корень, этот стержень, который у него был, его отношение с Господом? У человека можно забрать все. Можно забрать машину, можно забрать дом, можно забрать деньги, даже здоровье можно забрать. Но его веру и его отношение с Богом забрать у христианина невозможно. И вот смотрите, что он говорит в 7 стихе. И говорит, я хорошо боролся, прошел свой путь и сохранил веру, и сейчас для меня приготовлен, что? Венец победителя, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день, и не только мне, но и всем, кто ожидает его прихода или пришествия. Апостол Павел, смотря в глаза смерти, говорит, «А сейчас для меня на небе уже приготовлен что?» Он идет на смерть, как на инаугурацию, как на коронацию. Ему вот-вот должны голову срубить, а он идет на смерть с высокоподнятой головой, потому что для него честь умереть за Господа. Как? Почему? Потому что у него теперь есть личные отношения с Господом. Без этого христианство лишено всякой силы. Без этого христианство не имеет никакого смысла. Соблюдение субботы, чтение Библии, возвращение десятины, одежда, образ жизни. Если нет внутри Господа и отношений с Господом, то все это внешнее. Апостол Павел говорит, я это все почитаю за ссор. Это все мусор. Если нет в центре Господа. Когда есть Господь в центре, тогда это все есть как результат, как плод. Того корня, который есть в середине. В книге «История искупления» описывается история о том, как Савла повели к месту казни. История того, как казнили Павла. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Павла повели одного к месту казни. Его гонители, обеспокоенной широтой его влияния, боялись, что даже сцена смерти Павла обратит людей в христианство. Слышите, за что переживают его гонители? Гонители Павла переживают, что если кто-то увидит, как этот человек идет на смерть, то что произойдет? Вы помните, как раньше людей сжигали в амфитеатрах, бросали на стезание там зверям, публично казнили. Для чего? Чтобы все смотрели, им было бы неповадно, чтобы они подумали, я так не хочу. И никто бы не пошел бы вслед за этой религией, или за этой Библией, или за этим учением. Чтобы другим было неповадно. Но гонители Павла знали, если люди увидят, как этот человек идет на смерть, то что произойдет? То весь стадион тогда покается. Все люди тогда станут вместе с Павлом умирать. И поэтому, как результат, Павла повели одного к месту казни. Поэтому лишь немногим было позволено присутствовать. Но огрубелые бесчувственные конвоиры, поставленные для охраны, слушали его слова и с удивлением смотрели, и видели его радостным и даже счастливым идущим на такую смерть. Слышите, что происходит? Знаете, кто такие конвоиры? Молодежь может не знать, кто такие конвоиры. Это те, которые тебя переводят из зала суда в другой зал суда, или тебя садят в машину, или с машины. Это люди, у которых никаких эмоций. Это те люди, которые потом тебя, если это смертная казнь, то они тебя выводят и ведут из мест лишения свободы к тому помещению, где будет осуществлена смертная казнь. У этих людей хоть что-то святое есть? Кажется, что они вообще огрубелые, бесчувственные, их ничем невозможно достучаться до их сердца. Так вот, эти люди, смотря на Павла, слушали его слова и с удивлением смотрели, и видели его радостным и даже счастливым, идущим на такую смерть. Его дух прощения к своим палачам и непоколебимая уверенность во Христе до конца показывали благоухание к жизни тем, кто был свидетелем его смерти. Если бы я снимал фильм, основываясь на этих словах, в моем фильме Павел бы подошел бы к этому коновоиру, обнял бы его, сказал, брат, ну у тебя и работа, не позавидуешь. Если бы ты знал Христа, его знаю я. Твоя жизнь бы полностью изменилась. Я следующее, что увижу, так это то, как мой Господь возлагает свой венец на мою голову, а тебе еще жить и страдать в этом мире. Его непоколебимая уверенность во Христе было свидетельством для окружающих. «Более чем один присутствующий приняли спасителя, которого проповедовал Павел, и бесстрашно подтвердили свою веру собственной кровью». Слышите, что говорится? «Более чем один присутствующий приняли спасителя, которого проповедовал Павел». А кто был среди присутствующих? Да только палачи да конвоиры, больше никого не было. И они с радостью приняли спасителя, которого проповедовал Павел, и подтвердили свою веру собственной кровью. «Христос говорит, вы – свет мира». В заключение я бы хотел такую небольшую иллюстрацию. Кто из детей знает, что это такое у меня в руке? Дети, что это такое? Говори, «Это лампочка». Для чего вообще создана лампочка? Для того, чтобы излучать свет, так или нет? Но сама по себе лампочка может излучать свет. Что нужно для лампочки, чтобы излучать свет? Ей нужна какая-то животворящая сила, электрическая энергия, мы ее называем. И только тогда, когда есть контакт лампочки с источником энергии, в нашем случае – Господь, только тогда лампочка зажигается и горит. А что произойдет с лампочкой тогда, когда мы ее уберем от нее, источник энергии и силы? Она не будет гореть, как бы она ни старалась. Мы можем ее покрасить в светлый цвет, мы можем ее поставить в самый красивый плафон, мы можем называть ее лампочкой, мы можем называть ее самой яркой, но если нет вот этого маленького контакта с источником энергии, ничего не будет. Что самое важное в христианстве? Что такое истина христианства? Это когда у человека есть живая связь с Богом. Он знает Господа и каждый день говорит, Господи, что повелишь мне делать? Желаете ли вы быть такими людьми, которые знают Господа и хотят быть с Ним постоянно вместе? Есть среди нас такие? Давайте мы помолимся об этом. Господь наш и Бог наш, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты создал нас, и когда Ты нас создал, Господь, мы, люди, имели непрерывное общение с Тобой. Мы могли видеть друг друга лицом к лицу и общаться лицом к лицу. И это наша вина, Господь, наш грех, который разъединил нас. Но Ты со Своей стороны сделал все для того, чтобы мы были вместе. Поэтому, Господь, сегодня мы желаем перепосвятить себя Тебе. Мы желаем быть верными Тебе. И мы желаем сказать, Господи, Ты будь центром нашей жизни. Мы просим, чтобы Ты был номером один, чтобы ничто другое не было бы впереди Тебя. Господь, мы желаем быть ведомы Тобою. Мы желаем, Господь, слышать ответ на вопрос, что повелишь мне делать. Господь, мы отдаемся в Твои руки. Мы желаем быть с Тобою. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. 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 Аминь.